Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках нашей недельной главы Балат мы поговорим об очень мистических вещах сегодня. Но сначала Йорцет. Йорцет великого человека. Не запутайте их в именах, кто слабо ориентируется. Сегодня Йорцет. Такого человека написано как Хур Бен Каллиф. Кто такой Хур? Если вы внимательно читали Тор, вы, конечно, это знаете. Давайте напомню, да? Хур, он был сын Мирьям. Ее мужем был Каллиф, один из 12 разведчиков. Хур с Аароном, написано, поддерживали руки Маше, когда он воевал с Амалеком. Когда Маше поднялся на гору Синай на 40 дней, он сказал, вот остаются Хур и Аарон, и Хур с вами, кого дело пусть приблизится к ним. То есть уровень этого человека невероятный был. Он совершенно даже представить себе нельзя. 16 тому за сегодня его Йорцет. Можно поставить свечку. Что очень интересно еще, как связано все в Торе, в мире, внуком Хура был Бецалель. Тот, кого Всевышний выбрал для создания мешка на святилище и всякой ее священной утвари. Хур был убит, когда он золотой телец, когда он стал, это был ревнитель, это очень сильный человек, он стал против поднявшихся эрехврав, но его убили. Это очень перекликается с Пинхасом, который тоже один стал против толпы. Но когда мы сейчас вернемся? Я уже говорил, что в нашей Торе, в нашей истории, все по кругу, люди возвращаются в этот мир. В книгах наших все есть. Например, Арикадош говорил, что Гильгулин, Хур, до этого был Нахор, брат Авраама Авейну. И корень души Нахора, в свою очередь, он происходил от Авеля. Это все одна линия. Имя Хура на иврите состоит из тех же букв, которые имя Нахор, кстати, кто на происхождение здесь намек из души. Смерть Хура, которая должна была остановить, вот и дала поклонство, он думал, все должны были остановиться, было исправлением за грехи и дала поклонство, совершенные Авелем и Нахором. Все, видите, тут так непросто. Прямо сам Арон Акой, был реинкарнацией Арана, другого брата Авраама Авейну. И, в принципе, в этой ситуации, ну, вариативность мира это отдельный вопрос, но вот в этой ситуации, как раз Арон принял неправильное решение, и он должен был пожертвовать собой после Хура, чтобы остановить Грех Золотого Тельца. Он думал, что смерти Хура достаточно, и тут он ошибся. Знаете, вот все это показывает нам главную вещь, что все замкнуто в мире, не все так просто, как вам кажется. И вот, смотрите, ребенок одного, дети друг, нам казалось, что родитель Маше там или такой, великий человек, конечно, дети его будут такие же великие. Не так. Давайте я вам расскажу эту историю. В книге Шаптим мы читаем о человеке по имени Миха, который основал идолопоклонческий культ. Там некоторые люди из Калена Дана, двинулись на север, написано, прошли туда, набрели на дом Михи, захватили предметы идолопоклонства, сказали, будучи у нас священников, говорили. И он стал служить, ну, короче, идолопоклонник. Звали его, нам тихонечко-тихо не говорят, Янатан, сын Гершома, сына Маше. То есть, это дедушка его, Маше Робейнон. И посмотрите, что он написал. В Талмуде пишут это буквой «нун», чтобы не запекнать имя Маше, что никто не понял, что его внук стал священником и дало поклонникам. Как можно объяснить? Говорит, великий Маше Робейнон, не смог воспитать достойных внуков. И много есть предположений, объяснений, связанных с тем, что он прожил много лет в Медьяне, в Медьяне окружении. Там заботился о руководстве народом, не хватало времени на семью и так далее и тому подобное. Но главное другое. Какой вывод, для чего нам это все рассказывается? Ну, во-первых, кроме того, что мы поняли, что не все так просто. Когда, не дай Бог, наши дети вступают и нам с чем-то нас обижают, и нам кажется идут не тем путем. Вообще, когда идет тем, надо благодарить Бога. Но когда все-таки еще не лучше нас, так тем более надо воздать особую благодарность. А вот когда они выбирают, не дай Бог, другой путь, вы должны проявить терпение, зная, что с одним из внуков величайшего из всех евреев во всех народах, вообще человека всех народов, случилось такое. И никогда не следует терять надежду. Внук Маше вернулся. Так написано потом. Малахи, последний из пророков, чуть ли не в последних словах говорит следующие слова. Какие он сказал? И вернет потом, приход Маше вернет сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. И поэтому те, кто рассорился, будут соединяться. То есть нам еще раз преподают великий урок. Во-первых, смотрите глубже. А во-вторых, никогда не теряйте надежду, в том числе и в воспитании детей. Брахава от слуха. Брахава от слуха.